Хотите узнать, как сделать урожай намного красивее и слаще, а массу плодов еще и на 10-15% больше? В этом видео я расскажу вам, когда и как проводить летнюю обрезку, какие ветки обязательно нужно удалять, а какие ни в коем случае не трогать. Но в конце видео поделюсь простым секретом, как просто и легко уменьшить количество тли на деревьях. Ну, Рычард, пошли работать. Рычард был в ночную смену, сейчас пойдет отдыхать. А мы пойдем с вами делать обрезку. Первое. Выламываем или вырезаем волчки. Это побеги, которые проснулись после нашей зимней или весенней обрезки и сейчас активно заглушают крону. Они очень много питания оттягивают на себя. Оттягивают питание от нужных для нас веток, от будущего урожая, от почек, которые вот-вот уже начнут формироваться. Кстати, на многих побегах почки уже видны в пазухах листьев. Именно в них идет формирование будущего урожая. И желательно, чтобы эти почки получили максимум питания. Поэтому сейчас мы с вами волчки вырежем и оставим только те, которые растут в нужном для нас направлении. Допустим, заполняют пустое место в кроне. Вот если вы смотрите на эту грушу, вот у нас это пустое место. И вот прекрасный волчок, я его буду беречь. Он как раз сформирует здесь хорошую обрастающую ветку. А вот внутри кроны как раз хватает загущающих побегов, волчковых побегов, которые растут очень активно. И вот смотрите, какой красавец вырос. Он здесь не нужен. Итак, вырезаем волчки или выламываем, если они не древесневшие. Вырезаем жирующие побеги. Вот, видите, растет внутрь кроны. Вырезаем на кольцо. Обратите внимание, вот эти складочки, на которые мы должны ориентироваться. Вырезаем по их наружному краю. Не здесь, не здесь, потому что вот здесь, вот видите, почка спящая. Она проснется и даст новый побег уже в этом году. А нам такого не надо. Поэтому закладываем секатор и срезаем под почечкой. Здесь он растет внутрь кроны. Слабенький волчок, он нам тоже не нужен. Плюс, видите, он перекрещивается. Убираем. Вот обратите внимание, еще один волчок. Вот здесь был сделан срез, проснулись почки. Пошли побеги, продолжение. Но здесь он мне не нужен. Я его удаляю. Вот, кстати, посмотрите. Здесь мы сделали срез. Замазали его сосновой живицей. Кстати, зрубцовывается очень хорошо. Но этот срез вызвал пробуждение сразу раз, два, три, трех почек, которые здесь, по сути дела, не нужны. Вот этот побег мы убираем, потому что он идет параллельно с хорошей скелетной веткой, к которой уже пошла обрастающая древесина. Он ей конкурент. Мы его убираем тоже на кольцо. Вот это вот второй случай, когда нужно удалять молодой побег. Он растет внутрь кроны, он пересекается сразу с несколькими другими ветками и побегами, загущает крону. Мы его тоже уберем. Вот он там у нас, без пеньков. И вот еще волчок, посмотрите, слабенький, заселенный тлей. Кстати, на волчках, которые активно растут, у которых хорошенькие, молодые, сочные листики, молодые, нежные кончики побегов, не древесневшие, очень активно селится тля. Это излюбленное место, так сказать, жительство для всех тлей на наших деревьях. Поэтому вот такие вот пораженные ветки мы вырезаем и убираем, заодно убирая тлю. И раскрываем крону еще больше. Вот здесь, смотрите, еще один срез. Проснулись два побега. Этот остановил рост. Скорее всего, будет обрастая еще небольшая веточка. А вот этот товарищ растет очень активно. Плюс он запараллелен вот с этой хорошей скелетной ветвью. Это получается реально конкурент. Он нам тоже не нужен. И такой мы удаляем на колечко. Все. И, конечно, убираем уже сейчас те побеги, которые начинают перекрещиваться с другими ветками, с побегами, трутся о них. О, у нас тут ветер. Не такой сильный, конечно, в Москве, но тоже чувствуется. Итак, посмотрите, здесь не просто перекрестились ветки, побеги точнее. Они просто переплелись, прям как ткань. Одна сверху, другая снизу. И, естественно, они друг другу мешают. Повреждается кора. Вот видите, уже потертости наблюдаются здесь у нас. Видите? Вот. Травмируется кора. Потом здесь могут появиться болезни. И потом ветка эта растет не туда, куда нам бы очень хотелось. Поэтому такую веточку мы тоже удаляем. Еще один важный момент. В процессе ухода за деревьями, в процессе сбора урожая, неважно, часто бывает так, что мы ломаем ветки или их ломает ветер. Вот как сегодня очень сильно у нас ветер порывами. Я сломала такую ветку. Если вы сломали в процессе ухода за деревьями ветку, или она сама сломалась, или просто заболела, усыхала, удаляйте ее сразу. Не ждите зимы, не ждите ранней весны. Все поломанное удаляем безусловно, как только вы это обнаружили. Вот сейчас и удалим такую вот веточку. Видите, здесь остался другой побег. Он, конечно, послабее, но он растет тоже в очень хорошем направлении. Занимает этот сектор кроны. Со временем он покроется обрастающими ветками, и мы получим хорошую урожайную ветвь. Вот эту ветку я укоротила. Она тоже очень хороша. Она растет в неплохом направлении, но конфликтовала с ветками, которые были здесь. И я провела уже сейчас ее укорочение на наружную почку. Такое допускается. Второй важный момент. Обязательно удаляем те побеги, которые растут внутрь кроны и загущают ее. Удаляем именно сейчас. Потому что таким образом мы значительно уменьшаем работу себе перед зимней обрезки. И очень хорошо раскрываем крону. Она будет лучше просвечиваться, лучше продуваться. И благодаря этому будет гораздо меньше болезней. Итак, вот смотрите сюда. У нас на этой двулетней ветке проснулись практически все почки. В том числе проснулись почки, которые дали побеги, растущие внутрь. Опять же, вот перекрещивается. Посмотрите. Это вообще старается стать конкурентом. Нам такие побеги не нужны. Вот здесь еще много. И их телесообразно удалить именно сейчас. Вот посмотрите. Этот побег четко растет внутрь кроны. Плюс еще трется с другими. Вот потертости уже образовались. И мы его все равно удалим. Но лучше удалить это пораньше. Пока он не оттянул на себя максимум питания и ресурсов. Вот еще один товарищ. Хорошая веточка. Но здесь уже у нас одна есть. Ее можно убрать, не дожидаясь зимы. Кстати, когда нужно проводить летнюю обрезку? Летнюю обрезку можно проводить в первой половине вегетационного сезона до середины лета. До того момента, пока не начнется закладка верхушечных почек. Почему? Если мы сделаем это позже, мы можем вызвать пробуждение спящих почек. Их на самом деле очень много. Многие из них вообще незаметны нашему глазу. Они прячутся в толще коры. Если мы сделаем обрезку в августе или, не дай бог, в сентябре, то в результате мы получим пробуждение вот этих спящих почек, которые не успеют одревеснеть, не успеют подготовиться к зиме. И как следствие подмерзнут, легко повредятся болезнями, вредителями. Ну и мы получим болезнь на дереве, на котором ее раньше не было. Поэтому летнюю обрезку в первую очередь мы проводим сейчас первая половина лета. Это июль до середины июля. Максимум конец июля, если у вас это поздняя сорта и то. В июле, в начале августа можно проводить один из элементов летней обрезки. Обрезку, которая раскрывает наш урожай, раскрывает его солнышко, чтобы оно попадало на наши яблоки, на наши груши, освещало их. И благодаря этому фрукты ярче раскрашиваются. В тени окраска образуется очень плохо, но на ярком солнышке иногда достаточно двух-трех дней, чтобы зеленое яблоко просто расцвело, приобрело полосатый румянец, если это штрихель. Или разлитый, чисто красный, как коваленковская, к которому мы сейчас подойдем. Поэтому очень важно обрезку летнюю сделать пораньше, как только вы видите проблему. Вообще с летними волчками нужно бороться, как только вы их увидели. И чем они моложе, тем легче с ними бороться и тем эффективнее летняя обрезка. Здесь у нас груша уже, видите, прекрасно заложила крону, прекрасно нарастила волчков. И здесь активно растущих нет. Они уже успели вымахать буквально за 2-3 недели, пока у нас шли дожди, пока погода стояла очень теплая. Но если у вас есть возможность, или ваше дерево активно до сих пор бросает волчки, выламывайте их сразу. Кстати, неодревесневшие волчки выламываются легко, просто движением пальца. Вы надавливаете, и он как будто выкручивается из гнезда, в котором сидел. Такие вот волчки быстренько выламываем, убираем, оставляем, повторюсь, только то, что растет куда нужно нам. Все остальное складываем в компостную кучу, оно прекрасно перегниет. А ваше дерево будет совершенно выглядеть по-другому. Ажурное, прозрачное, с красивой светлой кроной. Итак, мы с вами удалили волчки, которые жируют, раз. Мы удалили побеги, растущие внутрь кроны. Я сейчас еще это все дочищу. И третий момент. Мы удалили те побеги, те волчки, которые перекрещивались, которые росли и загущали крону. Росли в одном направлении с нужными нам ветками. И таким образом делали крону очень густой. А сейчас мы подойдем с вами к другому дереву, к яблони. И я покажу вам, что значит обрезка, которая раскрывает наши фрукты. К сожалению, у нас здесь груша пострадала от заморозков. И она сбросила все цветочки. Здесь открытое место. Со стороны реки просто шел поток холодного воздуха. А для завязи минус три. Минус три с половиной. Это уже слишком много. Поэтому в этом году наша груша, кстати, вот почему она жирует, почему столько побегов. Она без урожая. Но мы направим ее силы в нужную сторону. Кстати, какие же побеги нельзя вырезать ни в коем случае. Помимо тех побегов, которые растут в нужную сторону нам, да, вот я хочу закрыть вот этот сектор кроны. У меня здесь не было ветки. И я, можно сказать, спровоцировала рост волчков. Именно для того, чтобы выбрать здесь один, оставить и превратить его в скелетную хорошую ветку. Мы никогда не вырезаем те побеги, которые имеют горизонтальную направленность. Почему? Такие побеги в первую очередь закладывают цветковые почки. Вот эта вот веточка груши просто Марии. Вот она, красавица, видите? Она пологая. Это прекрасная ветка. Именно на ней, вот если присмотреться, можно увидеть уже крупные почки, в которых, возможно, уже есть цветочки, зачатки цветков на будущий год. Такие ветки я не трогаю ни в коем случае. Горизонтальные. Пологие. Но что делать, если в кроне веток немного? Они предпочитают расти вертикально. И как бы не задумываются о плодоношении. Здесь можно применить такой прием. Это тоже именно делается в период летней обрезки. Как отгибание, да? И легкое надламывание. Я покажу на примере вот этой ветки. Она растет строго вверх. Она мне, как говорится, не нужна. Мы ее наклоняем до легкого хруста. Вот легонечко так поджимаем. Мы должны услышать легкое... О, все! Легкий хрусть произошел. Смотрите. Я изменила ее наклон в нужную мне сторону. Я надломала, но без повреждения коры. Ветка потеряла вертикальное положение. Она уже отклонилась, видите? И в течение оставшегося лета, осени, она одревеснеет и застынет в нужном для нас положении. Таким приемом мы экономим, вдумайтесь, целый год обрезки. Вместо того, чтобы ей вырезать, потом ждать, пока на следующий год вырастет, может быть, новый побег в нужном мне месте, я уже сейчас ее нагломала туда и направила. Я нагломала и направила туда, куда мне нужно. В пустое место кроны. На юг. Именно на таких ветках будут самые крупные, самые сочные, самые красивые груши, самые красивые яблоки. Вот этот прием надламывания, это еще дедушкин прием, который наши дедушки, бабушки, садоводы использовали, чтобы сформировать крону именно летом. Итак, пойдемте сейчас посмотрим с вами, как правильно осветлять крону, раскрывать урожай. Пойдемте к сорту Коваленковская. Итак, мы с вами у великолепного летнего сорта Коваленковская. Это мое любимое яблоко, чисто сладкое, сочное. И у него есть, кстати, один... Ричард, где-то там ша стоит. И у него есть, кстати, один маленький секрет, мало кто знает. Это яблоко очень вкусное, его обычно съедают уже в конце августа, начале сентября. Но если его снять с хвостиком, в состоянии технической зрелости, то есть окраска есть, сроки подошли, и положить в холодильник, в погреб, оно может лежать в нем до Нового года. Учтите, вот такое летнее яблочко. Итак, характерным признаком Коваленковского является красивая сплошная красная краска. Но она проявится только тогда, когда на яблоко попадет солнце. А здесь, посмотрите, яблок у нас немного, заморозки сделали свое дело. А здесь, посмотрите, у нас на яблоке тень. Какая там будет окраска? Скудная. Поэтому мы сейчас вырезаем те побеги, которые затеняют. Солнышко должно осветить яблочко, как говорится, чуть ли не со всех сторон. Итак, смотрите, вот, видите, побег, который затеняет, вертикальный побег. Он мне не нужен. Я его удаляю. Раз. Смотрите, вот еще один побег. И рядышком с ним, вот, веточка продолжения. Вот этот побег я тоже удалю, но не полностью, я его укорочу. Я могу даже убрать некоторые листики, которые затеняют конкретное яблочко. Кстати, этот прием активно используют все фермери во всем мире, чтобы получать красивое окрашенное товарное яблоко. Без этого окраска не проявится. Итак, смотрите, сейчас у нас совсем другая картина. Яблочко полностью практически просвечивается солнышком. И вот здесь вступает в работу биохимия. Именно на солнце больше всего синтезируется сахаров. Именно солнышко спровоцирует активный рост и набор массы. И, что замечено, такие вот плоды прекрасно хранятся, содержат больше всего витаминов, но и больше всего доносят удовольствие садоводам. Извините, доносят. Приносят удовольствие садоводам. Как говорится, наша задача наносить счастье и приносить прибыль. Четвертое, что мы должны сделать во время летней обрезки, это прищипнуть или просто немножко завернуть, подломать кончики активно растущих побегов. Что значит активно растущий побег? Если он у вас уже в июле вымахал на 60 сантиметров и более, или вам просто не нужно, чтобы растение сильно раздавалось вширь, вы можете остановить рост, проведя прищипку или пинцировку. При этом удаляются два-три верхушечных листика вместе с точкой роста. Таким образом, мы останавливаем рост побега. Раз. Второе. Мы помогаем хорошо заложиться почкам на оставшейся части побега. И третье. Мы можем спровоцировать дополнительное ветвление. Особенно это касается черешни. Итак, пинцировка, прищипка. Мы прищипываем, повторюсь, два-три листика вместе с точкой роста. Вот здесь, видите, побег активно растущий, но это очень хороший побег, продолжение. Я хочу, чтобы он оставался здесь. Я не собираюсь его вырезать, но мне нужно, чтобы он не конкурировал с проводником. И я сощипываю верхушечку. Все. Кстати, здесь тоже можно ориентироваться, прищипывая верхушку на нужную нам почку. На наружную или на боковую. Особенно актуальна летняя обрезка для косточковых. В частности, для алычи, для сливы, абрикоса и черешни. Почему? Сливы, алыча, абрикос склонны давать очень мощные побеги в течение очень короткого времени. Перерасходуя благодаря этому огромное количество сил и превращая, извините, красивое дерево в огромный веник. Поэтому многие даже проводят основную обрезку именно летом. Благодаря этому нормируется, опять же, урожай, если провести ее до налива плодов, сейчас уже поздновато. И второе, мы очень сильно раскрываем крону. Благодаря чему сливы, алыча, абрикосы прекрасно набирают цвет, набирают сахар, набирают сок и выглядят намного лучше. А для черешни очень важный прием – это не столько вырезка волчков, сколько прищипка, пинцировка. Черешня – культура сильно растущая, особенно если она привита на семенной подвой. Посмотрите, какой побег почти метровый. Нам такое не нужно. Поэтому для черешни прием прищипывания играет огромную роль, чтобы помочь заложить хорошую крону, чтобы остановить рост, чтобы именно вот здесь заложились хорошие почки. Поэтому сейчас мы сделаем прищипочку вот этой верхушечки. Вот здесь вот мне такая красота не нужна. Я вот, видите, молодые листики, я их аккуратненько сощипываю. Все, этот побег рост остановит. Вот черешня вообще не склонна давать большое количество побегов. Как раз наоборот. Она дает побеги очень большие, но мало, которые сами по себе ветвятся слабо. И когда мы прищипываем вот эту верхушку, мы таким образом провоцируем ветвление или закладку очень хороших цветковых почек на будущее. А если это сделать пораньше, то и результат будет еще лучше. Кстати, иногда наши читатели спрашивают, а что это за железки у основания листиков? Видите? Их может быть два, три, четыре. Они могут быть разного размера и разного цвета. Это специальные железки, выделительные железки у основания листьев. Это не заболевание. И у них есть очень интересная, очень полезная для нас функция. По цвету этих железок вы можете определить, какого же точно цвета будут ягоды на конкретной черешне. У светлоокрашенных сортов они желтенькие, желто-зеленые. У красноокрашенных сортов они будут красные, алые. Чем темнее черешня, тем темнее железки. Вот такой маленький секретик есть у черешенок. У вишни, кстати, их нет. И еще один важный момент при проведении летней обрезки. Если ваше дерево начало давать стволовую, вот она, или прикорневую поросль, обязательно ее удаляем. Не ждем до конца сезона, не ждем зимы. Почему? Помимо того, что оно просто оттягивает питание, именно здесь, вот даже можно присмотреться, вот она уже появилась, чаще всего селится тля, и муравьи просто обожают вот эту вот поросль. Поэтому, если поросль появилась, удаляем ее сразу, как только вы ее увидели. Таким образом, вы усиляете дерево и убираете источник тли. Именно волчки, особенно недревесневшие, жирующие, основной источник, так сказать, жилья для тлей. И когда вы их убираете, вы убираете изрядную долю вот этих вредных насекомых. Кстати, тля не любит прозрачные кроны. Болезни не любят прозрачные кроны, осветленные. И вы одновременно после летней обрезки почувствуете, насколько здоровее стал сад. Сэкономите и средства для защиты от болезней, и средства для защиты от вредителей, и получите просто отличный урожай. Итак, как только мы обнаружили на дереве поросль, удаляем ее сразу. Причем, чем ниже, тем лучше. Если у вас поросль идет как будто из-под земли, отгребаем, вырезаем, замазываем варом, либо даже можно закрыть землей в почве. У нас сидит естественная микрофлора, которая не даст болезням развиться. Все удаляем на кольцо. Кстати, почему образуется стволовая, прикорневая, пневая поросль? Основная причина – это проблемы у дерева. Оно либо подмерзло, либо повреждено. То есть оно плохо себя чувствует, и растение таким образом пытается вырастить ему замену. Вот этому дереву не повезло. К нему пришел заяц и съел, просто снял кусок коры. Мы сейчас это залечиваем, уже пошло рыбцевание, но дерево все равно чувствует себя слабым. И оно пытается вырастить замену. Поэтому лечим, замазываем, а поросль удаляем. И удаляем ее прямо сейчас, как только вы его увидели. Кстати, при проведении летней обрезки, запомните, ни в коем случае не удаляйте хорошие, крупные, здоровые ветки. Таким образом, вы можете спровоцировать ненужный рост волчков, еще одну волну. Поэтому при летней обрезке первое, что мы удаляем – волчки жирующие, которые растут не туда, куда надо, и там, где их слишком много. Второе – побеги, которые растут внутрь кроны. Третье – побеги, которые перекрещиваются, трутся уже сейчас, не ждем осени. Четвертое – проводим прищипку активно растущих побегов. Раскрываем наши любимые яблоки, удаляя те побеги, те листья, которые их затеняют, чтобы солнышко их созрело. Удаляем стволовую, пневую, корневую поросль, чтобы она не оттягивала на себя питание. И заодно убираем источник для еды, для тли. Убираем их, так сказать, в квартирке. Благодаря этому тли у вас станет намного меньше в саду, даже без химии. И, наконец, всю санитарную обрезку мы не откладываем на зиму, на весну. Мы проводим ее сразу же по показаниям. И, конечно же, вы скажете, вы обрезали сад. Очень много срезов, огромное количество срезов. Так вот, чтобы здесь не появились болезни, сразу после обрезки проведите защитную обработку. Будь это биопрепараты, например, на основе сенной палочки. Кстати, сенная палочка прекрасно справится с большинством легких форм болезней. Либо, если у вас в саду засилье, парши, мучнистая роса или другие проблемы инфекционного характера, то можно использовать разрешенные в вашем регионе фунгициды. Например, скор, топаз, райок и так далее. Хорошая обработка защитит все срезы и сэкономит вам время. А вы в результате получите прекрасные, сочные, красивые и сладкие плоды высочайшего качества. И, поверьте, дерево вам скажет огромное спасибо. И плюс еще, вы сэкономите себе силы на зимней обрезке. Ричард не выдержал, пришел все-таки к нам. Требует общество. Ну а мы, мы с Ричардом прощаемся с вами. До следующего ролика. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И обязательно заходите в наши магазины «Про цветок», где много чего интересного, полезного и приятного для сердца садовода. С вами была Юлия и Ричард Мурлычард. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова